Ресарджимента – историографический термин, обозначающий национально-освободительное движение итальянского народа против иноземного господства, за объединение раздробленной Италией, а также период, когда это движение происходило. Ресарджимента завершилась в 1870 году присоединением Рима к итальянскому королевству. Термин поначалу слово употреблялось по аналогии с иурино-сцементой и употреблялось исключительно в культурно-литературном контексте, и только впоследствии и припосредствии Виторию Альфьери его значение стало постепенно расширяться в сторону предполагаемого объединения Италии в политическом, культурном и национальном плане. Идеология и идеологические предпосылки Ресарджимента весьма разнообразны. Это и просвещенческие и либеральные идеи, романтические, националистические, республиканские, социалистические или антиклирикальные, светские и церковные. Экспансионистские амбиции Савойского дома соединялись с антиавстрийскими настроениями. Немалую роль играла и национальная идея, она была довольно своеобразна. Ранко Вальсекки в своей работе о Ресарджимента в контексте европейского национализма видит в основе национализма итальянского некоторые первичные концепции, идеалистическую Мадзини, религиозную Джоберти, рационалистическую Каталия, реалистическую Дуранда. Все они легли в основу разработки роман Юзи, который соединил национальную идею и принцип легитимности, выработав концепцию этникархии. Нация для него это население, которому природой задано некое географическое и духовное единство. Таким образом, вместе с Мончини, который в своих лекциях подчеркивал бессмертие национального государства, основывающегося на бессмертной идее нации, они сформировали представление о юридической раздробленности Италии как о явлении сугубо временном. В то время как в реальности настоящее государство, национальную Италию мы создали, теперь надо создавать итальянца. Событие. В середине 19 века для Италии начался период ее истории, известный как эпоха Ресорджимента, в самом названии которой отразилась связь итальянского национального движения с предшествующей историей. Это был сложный процесс, включавший в себя как политико-территориальный, так и общественно-политический аспект, процесс, в конечном итоге приведший к появлению единого национального государства не только независимого, но и современного буржуазного. Италия накануне объединения. В годах 19 века Италия была экономически отсталой и политически раздробленной, обремененной множеством феодальных пережитков аграрной страной. Ее промышленность херела, стиснутая рамками отгороженных друг от друга политическими и таможенными границами маленьких государств. И лишь в 1840-х годах, да и то лишь в наиболее развитых экономических областях Северной Италии, вступила в стадию промышленного переворота. В сельском хозяйстве были сильные феодальные пережитки. Итальянские буржуа усиленно вкладывая в сельское хозяйство свои капиталы эксплуатировали теми же полуфеодальными методами, что и помещики, дворяне, обезьямеленных и превращенных в нищих крестьян-испольщиков и батраков. Испанское господство, которому предшествовало, хотя и кратковременное, французское, сменилось австрийским в результате войны за испанские наследства и в соответствии с Атрехтским и Раштатским мирным договорами 1713-1714 годов. Правда, после войны за польское и австрийское наследство только Миланская область продолжала находиться в непосредственном владении Австрии. Все это время в особом положении находилось Пьемонтское государство, сложившееся из ряда феодов, принадлежавших Савойскому дому. По окончании войны за испанское наследство оно стало королевством, значительно расширило свою территорию за счет присоединения прилегающих земель, а также Сицилии. Это последнее в соответствии с Гаагским мирным договором 1720 года. После неудачной попытки Испании восстановить свое господство в Италии была насильственно обменена на Сардинью. Савойское государство стало называться Сардинским королевством, в Неаполитанском королевстве или как его еще называли Королевство обеих Сицилий. Благодаря австрийской вооруженной интервенции была восстановлена власть бурбонов, оказавшихся в полной зависимости от Австрии по причине договора о постоянном оборонительном союзе. Итак, вновь как и на протяжении почти трех веков, судьбу Италии определили решение великих держав, согласно которым в большинстве государств и Пеннинского полуострова закрепилось австрийское господство. В конце 1840-х годов в Италии продолжал нарастать социально-политический кризис. Обострение социального вопроса было связано с развитием первоначального накопления капитала и разложением социальных структур феодализма. Пауперизм стал неотъемлемой чертой социального облика деревень и городов Италии. Но по преимуществу социальный вопрос был крестьянским и предполагал кардинальные изменения в сфере землевладения и землепользования. Темпы развития индустриализации были невысоки и сдерживались политической раздробленностью страны. Но они отставали от темпов пролетаризации населения. Италия нуждалась в разноплановых реформах. 1. Папская область. С 1846 года под руководством нового Папы Пия IX реформаторское движение стало реальностью. Была создана правительственная комиссия по изучению политических проблем папского государства и по ее рекомендации проведена политическая амнистия. Реформы Пия IX разрушили духовную изоляцию папской области и других итальянских государств. Были устранены жесткие запреты на печать. Собрание. Папа намеревался начать железнодорожное строительство в Папской области. Образовал совет министров. Выступил с идеей создания единого для всей Италии таможенного союза. Реформы Пия IX вызвали серьезную обеспокоенность Венского двора. Австрийские войска оккупировали Феррару, которая находилась в непосредственной близости к Папской области. В ответ Пий IX направил к своим границам в швейцарские соединения, чем вызвал одобрение широких патриотических слоев. 2. Пьемонтская и Тосканская области. В те же годы начинался национальный подъем и в Пьемонте. Большая часть правителей упорствовали в своей приверженности абсолютизму, но они постепенно начали сдавать позиции. Осенью 1847 года тосканский герцог Леопольд дал согласие на создание гражданской гвардии, введение свободы печати. Признал полномочия совещательного органа при тосканском правительстве. События в Тоскане повлияли на либерализацию ситуации в Парме. Мода не луки. Вскоре герцог Луки за денежную компенсацию отказался от своих владений в пользу Тосканы. В октябре 1847 года последовали долгожданные реформы в Пьемонте. Введение гласности судопроизводства, ограничение цензуры и полицейского произвола, создание органов местного самоуправления. С конца 1847 до конца марта 1848 года ситуация приобретала еще более сложный характер. Борьба за реформы стала перерастать в революционное движение. 3. Неаполитанское королевство. Революция началась 12 января на Сицилии. Главными требованиями у восставших были восстановление Конституции 1812 года и отделение от Неаполитанского королевства. Но в Неаполитанском королевстве это восстание было поддержано. 27 января 1848 года король Фердинанд II согласился на введение Конституции во всем королевстве, ограничил цензуру, провел политическую амнистию, а во главе нового кабинета министров поставил Карбонария Будзеля и признал частичную автономию Сицилии. В марте-апреле 1848 года были приняты Конституции в Тоскане, Пьемонте, Папской области, однако общественное спокойствие не наступило. Революция в Вене и бегство Меттерниха стали толчком для начала революционных событий в Ломбардо Венецианской области. Революция 1848-1849 годов. 23 марта была провозглашена Венецианская республика во главе с Даниэлем Манниным. В марте покрылся баррикадами Милан и многотысячный корпус во главе с австрийским генералом Езефом Радецким покинул город. Из Пармы и Модены были изгнаны австрийские войска. В этих условиях король Пьемонта Карл Альберт предложил свою помощь Ломбардии и Венеции во имя национального освобождения страны. Карл Альберт хотел реализовать идею создания Североитальянского королевства. Это стало началом военных действий против Австрии, которые вошли в историю как Первая война за независимость. В военных действиях против австрийцев принимали участие кроме армии Пьемонта, регулярные войска Папской области, Неаполитанского королевства, отряды патриотов Тосканы, Ломбардии, Венеции. Итальянские государства объединились в единой освободительной борьбе и это стало наивысшей точкой развития неогвельфизма. Но политические разногласия итальянских правителей, форсирование Савойской династии и процессы объединения вокруг Пьемонта не позволили закрепить успех. 29 апреля Папа заявил, что он нейтрален и отвел свои войска. Позицию Рима следует трактовать, как нежелание понтифика осложнять отношения с Австрией, где к тому времени наметился закат юзефинизма. И началось сближение с Римом. Почти сразу увел свои войска неаполитанский король Фердинанд II. Действия Пия IX привели вскоре к крушению неогвельфизма. Благоприятный момент для разгрома австрийских войск был упущен. 22 июля войска Пьемонта потерпели серьезное поражение при Кустоце, затем был сдан Милан. 8 августа Карл Альберт подписал перемирие. Австрийское господство в Ломбарде и Венецианской области было восстановлено. Патриотический лагерь отратил единство и усилился правый и левый радикализм. В Неаполитанском королевстве в мае 1848 года был разогнан так и не успевший приступить к работе парламент. С сентября 1848 года по май 1849 года шло подавление сицилийского восстания. Фердинанд II бомбардировал сицилийский город Мессина и получил за это прозвище Король Бомба. В ноябре 1848 года началась революция в папском государстве. Папа бежал и в Риме была провозглашена республика под руководством Джузеппо Мадзини. Тоскане в феврале 1849 года вспыхнуло восстание. Леопольд II был отстранен от власти и установлена республика. В таких условиях начался новый этап войны Пьемонта против австрийских войск. Этот этап продлился всего несколько дней. 23 марта в битве при Наваре пьемонтские войска потерпели сокрушительное поражение. Карл Эльберт из опасения, что теперь Сардинское королевство захлестнуть ед республиканское движение, отрекся от престола в пользу своего сына Виктора Эммануила II. Учитывая сложившееся положение и не желая допускать дальнейшего падения престижа монархии, новый король санкционировал конституцию и функционирование парламента. В апреле были разгромлены либеральные и демократические силы в Тоскании, а престол возвращен герцогу Леопольду. Вернулись на свои престолы герцоги Парма и Модены. Папа, стремясь быстрее сокрушить Римскую республику, обратился за помощью к Франции. Французский генерал Удино начал бои с вооруженными силами Джузеппе Гарибальди, защищавшими Рим. 3 июля 1849 года республика пала, республиканские учреждения прекратили свое существование, а ее лидеры вынуждены были эмигрировать. 22 августа прекратила сопротивление Венеция. Революция 1848-1849 годов была важным этапом ресорджимента, но она потерпела поражение. В ее ходе произошел крах неогвельфизма и конституционных режимов во всех итальянских государствах, кроме Пьемонта, и проявилось упорное соперничество либеральных и демократических сил в борьбе за лидирующие позиции. Хотя уже наметилось их сближение при определении главной для Италии цели – сохранение конституции и парламента в Пьемонте. Это единственный позитивный результат этой революции. Реакция в Италии в 1850-е годы, за подавлением революции 1848-1849 годов в Италии, остававшейся по-прежнему раздробленной, последовал разгул реакции. Во всех государствах были восстановлены абсолютийские порядки с конституциями, завоеванными народом в 1848 году в Тоскане, Неаполе и Папском государстве, было покончено. Жестокие репрессии обрушились на патриотов, многие тысячи людей подверглись полицейским преследованиям. Устрашение и деспотический произвал стали главными методами управления абсолютных монархий, армии и полиция, их основной опорой. Особенно свирепствовал в Неаполе Фердинанд II, прозванный «королем бомбы» за жестокую расправу с участниками революции 1848-1849 годов в Сицилии. В папских владениях снова воцарились церковники, возросло влияние иезуитов. Австрия, оплот всех реакционных сил на Пеннинском полуострове, подчинила Ломбардию и Венецию суровому военному режиму. Австрийские войска до 1855 года оккупировали Тоскану и остались на неопределенное время в Романии, одной из папских провинций. Папа настоял также на том, чтобы французские войска не покидали Рима, прославляемый в 1847-1848 годах как духовный вождь национального движения. Пий IX превратился теперь в его злейшего, непримиримого противника. Из страха перед революцией абсолютийские режимы отказывались от проведения любых реформ. Их костная экономическая политика явилась одной из причин застоя или очень медленного хозяйственного развития большинства итальянских государств. В 1850-е годы усиление Сардинского королевства на этом фоне выгодным контрастом выглядело положение в Сардинском королевстве. Это было единственное итальянское государство, в котором уцелело конституционное устройство. Попытки местной реакции, а также Австрии добиться его упразднения провалились. В 1850-е годы конституционно-парламентский порядок постепенно укрепился в большой мере благодаря деятельности главы умеренных либералов Пьемонта. Графа Камила Кавура, выходя из аристократической среды, Кавур стала лицетворением пьемонтского буржуазившегося дворянства. Перестроив на капиталистической основе свое поместье, он развернул торговлю сельскохозяйственной продукцией и одновременно активно участвовал в банковских коммерческих промышленных начинаниях. В железнодорожном строительстве сторонник либерально-буржуазного строя Кавур считал необходимым условием его утверждения ускоренный рост капиталистической экономики, стимулируемой политикой свободной торговли и активным развитием транспорта и банков. Став в 1850 году премьер-министром, Кавур энергично приступил к проведению такой политики. Пьемонтское правительство заключило торговые договоры с ведущими государствами, снизило таможенные тарифы, содействовало строительству железных дорог, шоссе и каналов. Были укреплены финансовая система и кредит. Эти меры способствовали капиталистическому развитию сельского хозяйства, остававшегося еще основой экономики Пьемонта, и активизировали промышленность. Ее главной отраслью являлось экстильное производство. Оживление затронуло также металлургию и машиностроение, которым численность занятых к началу 1860-х годов выросла в от 6 до 7 раз по сравнению с 1840-ми годами. Резко увеличилась внешняя торговля, в частности ввоз угля, железа, рельсов машин. В 1859 году длина железных дорог в Пьемонте превысила 900 километров, что составляло около половины протяженности железных дорог во всей Италии. Таким образом, в 1850-е годы Пьемонт стал развиваться значительно быстрее, чем большинство итальянских государств. Одновременно в политическом плане произошло сплочение либеральных сил Пьемонта благодаря заключению в парламенте союза между умеренными либералами, во главе с Кавуром и левыми либералами, за которыми стояла аграрная и торговая буржуазия. Еще в 1830-е годы Кавур пришел к убеждению о необходимости скорейшего освобождения итальянцев от угнетающих их варваров. Однако он полностью отвергал путь народной революционной борьбы за независимость. А создание единой Италии казалось ему делом столь отдаленного и туманного будущего, что еще в 1856 году он считал призывы к объединению страны глупостью. Реальную цель Кавуру осматривал в изгнании австрийцев из Ломбардии, Венеции и включении их, а также Парма и Модены в состав Сардинского королевства. Поскольку оно не имело достаточно сил, чтобы бороться один на один с Австрией, Кавур хотел опереться на мощного союзника, который помог бы вытеснить австрийцев из Италии. Такими потенциальными союзниками Кавур считал Францию и Англию. Под давлением этих держав Пьемонт в 1855 году вступил в войну с Россией и направил в Крым 18-тысячный корпус. Кавур надеялся, что это приведет к сближению Франции и Англии с Пьемонтом. По окончании Крымской войны Кавуру удалось добиться включения в повестку Дня Парижского мирного конгресса 1856 года итальянского вопроса. Его обсуждение оказалось практически безрезультатным, но сам факт, что Пьемонт открыто выступил в защиту итальянских национальных интересов, произвел большое впечатление на общественное мнение в Италии.